Приветствую вас и правда заключается в том, что вы как женщина, как мать, имеете полное право оставить ребенка, если родите его. Если считать, что аборт это незаконно, это аморально, это преступление и насилие над женщиной и плодом. Вообще-то говоря, склонность к аборту и давлению на женщину в цели совершить аборт, это очень плохое проявление мужского поведения. И я думаю, что вам нужно сказать ему обоим, что вот ты знаешь, дорогой, я дременный, я прошив этого ребенка. Почему сказать так? Потому что на самом деле, как бы вы ни сказали, правду это не изменит. То есть вы никак не сможете изменить правду. Вы никак не смягчите ее, вы никак не подадите ее менее болезненно и так далее. Но, если вы начнете мужчину подготавливать к тому, что вы сказали ему о том, что вы беременны. То это будет свидетельствовать о том, что вы не уверены в том, что хотите сделать. А ваша неуверенность даст мужчине возможность, как раз таки именно для того, чтобы ловить на вас и возможность антажировать уходом. Если же мужчина увидит, что вы уверены в себе, что вы четко знаете, что вы хотите, то тогда, конечно, у него не останется выбора, чтобы, ну, у него не останется выбора, и он будет вынужден либо смириться с тем, что у вас будет ребенок, либо, как вы говорите, уйти из семьи. Ну, вот, в чем проблема. Понимаете, как я выявил из вашего тьма, то, что мужчина заставлял вас пить таблетки, чтобы заниматься с вами незащищенным сексом, и при этом, значит, решил и заставить вас делать с собой. Вы знаете, если мужчина действует так, потому что он хочет, чтобы у вас не было детей, то это не самый гуманный способ по отношению к женщине. Я вынужден задать вам вопрос, почему, если мужчина готов на все, чтобы вы сделали обоз, вы почему так боитесь, что он от вас уйдет? Ведь заставлять женщину употреблять химию ради того, чтобы спокойно заниматься с ним сексом, это, мягко говоря, эгоистично по отношению к ней. Я в дознь-дознь вам задал вопрос, почему вы боитесь, что мужчина от вас уйдет? Пожалуй, это самый главный вопрос, на который мне бы хотелось, чтобы вы ответили. Ведь если мужчина не готов принять детей, своих детей, то, простите, что это за муж, который вроде как должен любить свою жену, вроде как должен любить своих детей и так далее? Возникает мысль о том, что, может быть, вы, тем более после обиды, да, может быть, вы как-то от него зависите. И тогда вся ваше вот это вот поведение, весь ваш вопрос, это именно следствие зависимости от него. Вы боитесь, что он уйдет из семьи, потому что тогда вы что-то потеряете. И вот давайте подумаем о том, что вы можете потерять, чего вы боитесь, и к этому и лучше присмотреться. Присмотримся. Потому что, вообще-то говоря, равноправные партнеры в семейных отношениях, это люди, которые друг от друга не зависят. Если вы действительно от него зависимы, то нужно с этим разбираться. Так что, пожалуй, если мужчина действительно гапает и в СМИ, то не вижу смысла, не вижу причины, по которым этот человек вообще должен быть с вами. Но, тем не менее, у вас никак не получится сказать мужу о беременности так, чтобы он не ушел из семьи, если у него нет четких взаимозависимых условий между беременностью и, собственно, его уходом. То есть, если он ставит вам условия, либо вы не беременеете, он с вами, либо вы беременеете, и он уходит, то у вас нет никакой возможности, как-либо сказать ему прямо, кроме, кроме одного, кроме одной возможности. Эта возможность включает отцом, чтобы понять, чем ребенок, еще один, так плохо для вашего мужа. В чем конкретно ему будет нанесен ущерб и убыток. Если вы пообещаете ему этот ущерб и убыток внести к минимуму или принять на себя, то уверен, и в семье он не уйдет. То есть, нужно подумать, чем так сильно мешает ему ребенок. Нужно подумать, что так сильно ему не нравится в идее то, что появится еще один ребенок. И убедить его в том, что для него никаких негативных последствий не будет после рождения еще одного ребенка. Это при условии, если вы хотите все-таки мужа удержать в семье и не желаете думать в том контексте, в том направлении, о котором я вам сказал. Это ваше право, ваш выбор. Если вы не желаете понимать, что если мужчина хочет уйти, то для женщины ниже достоинства его удерживать. Если мужчина выставляет свою жену пить таблетки, делать аборт, даже бросит ее воле и обижает ее этим, то это мужчина, который не очень-то своей женщиной дрожит. Если вы все равно, несмотря на это годили, чтобы он был с вами, тогда максимально минимализируйте негативные последствия в рождении еще одного ребенка. Вот, в принципе, и все, наверное, что можно вам ответить на ваш вопрос. То есть вы говорите о том, что вы беременны, четко, твердую уверенность, чтобы мужчина понял, что вы уже от своего не откажете, от своей точки зрения, от своей позиции. И далее вы просто говорите ему, ну, ты не волнуйся, вот все, что тебе не нравится, там, то-то-то, нато-то-то, нато-то-то, нато-то. Вам нужно сказать именно так. По крайней мере, убедить мужчину в том, что вы готовы все это на себя взять. Уверен, если вы его обманули, то обманете его и еще раз. Почему обман? Ну, потому что в процессе взаимодействия все равно, я думаю, какая-то часть ответственности за третьего ребенка лезет и на него. Но вначале ему желательно думать, что вы рады будете внести всю ответственность на себе, потому что это ваше желание. Вам же в свою очередь нужно быть готовы к помыть, что мужчина не очень охотно будет заниматься этим ребенком. Но, с другой стороны, есть не менее возможная вероятность, что мужчина, когда этот ребенок родится, будет любить его не меньше, чем ваших других детей и не забудет даже думать про выяснение того, кто несет ответственность за, скажем, этого самого малыша. То есть вам сейчас нужно понять все болезненные точки вашего мужа и убрать их. То есть показать ему, что вы их понимаете, эти точки, что вы готовы их купировать и готовы сделать так, чтобы ни одно из негативных последствий, через те самые, которых мужчина не желал и из-за которых он не хотел ребенка его не коснуть. И если мужчина будет это узнать, он от вас не уйдет. По крайней мере, если он не ищет повода, любого повода, чтобы от вас уйти. Потому что по вашему описанию получается так, что мужчина или не понимает того, что он делает, либо считает, что вы будете подчиняться ему, либо откровенно вас провоцирует на ответное поведение, чтобы у него был повод от вас уйти. Если это все так, то тогда вы ничем не сможете остановить его желание вас бросить. Но вообще-то говоря, вы имеете полное право оставить ребенка, если вы хотите, и никто, заметьте, никто не имеет права наставлять вас в елке оборта. Да, предложить оборт можно, да, поговорить об этом можно, но заставлять и принадлежать, нет, этого нельзя. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok